Итак, друзья, спасибо за то, что вы меня смотрите, спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Сегодня мы продолжаем рисовать нашего Лёву. Нравится мне название это, но ничего не поделаешь, Лёва есть Лёва. Итак, мы сегодня уже точно добьём нашу шапочку, возможно, что-то ещё подрисуем снизу. Однако давайте начнём с нашего таймера. Вообще, где я обычно беру картинки для таймеров? Конечно, их можно нарисовать самому, если мы посмотрим, здесь в принципе вообще ничего тяжёлого нету, то есть нарисовать вот эти прямоугольнички со скругленными краями, добавить тень и так далее и тому подобное. Однако здесь есть одна большая хитрость, то есть если вы сами потом будете верстать страничку, а в скриптах вы разбираетесь слабо или писать самому таймер не хочется, то, конечно же, лучше сюда заранее вставить картинку таймера, который уже существует на самом деле, чтобы потом при верстке проекта сразу вставить и не дурить себе головы. Так вот, этим я обычно и пользуюсь. И смотрите, сюда я вставил таймер, сейчас я покажу, вот с этой своей страницы подписки. То есть такой таймер, он бесплатно есть в интернете, изначально он чёрного вида был, но он мне нравится тем, что он полностью на CSS сделан, ну именно вот оформление его без картинок, и тут цвет можно менять любой. Так вот, я взял этот таймер и смотрите, что я сделал. Я просто-напросто правой кнопочкой щёлкнул в браузере, выбрал исследовать элемент, у меня браузер Firefox, вообще во всех браузерах есть такая функция, вот так вот щёлкаем, у нас появилось здесь окошко, теперь я выбираю слой с нашим таймером, вот он, по-моему, этот, и здесь, обратите внимание, в стилях, где у нас идут стили, у нас здесь стоит вот бэкграунд, D8, D8, D8. Вот этот самый бэкграунд я просто-напросто сделал беленьким, вот так вот, видим, тут всё белое. Потом я сделал скриншот вот этой страницы, вставил его в Photoshop, и, получается, вырезал нужный мне таймер. Для тех, кто не умеет делать скриншоты, вот не умеет этим пользоваться, я специально оставлю ссылочку на эту картинку, так, давайте я сейчас её закрою, так, ссылочку на картинку таймера, то есть вот она просто вот таким образом у меня и вырезана, блин, что-то у меня всё пропадает и тупит, вот, видите. И вот вы эту картинку тогда просто сами переместите в Photoshop, либо сами делаете скриншот, если хотите попробовать, либо перемещать эту картинку в Photoshop. Я, конечно же, сделаю скриншот, чтобы уже всё смотрелось более, так сказать, реально. Так, нажимаю Print Screen, сейчас, опаньки. Так, теперь давайте я попробую вставить таймер сюда, картинку. Вот, видим, у меня появился скриншот. Теперь я сделаю размер один к одному, и здесь просто-напросто вырежу этот таймер. Вот так вот. Нажимаю Ctrl X, затем иду в слои, и отсюда удаляю наш скриншот. Вот он. Жмём Delete, и всё пропало. Отлично. Так, следующим моментом мы должны разместить низ нашей шапочки. Давайте мы создадим новую группу, назовём её низ шапки. Давайте мы, наверное, сделаем её ещё ниже, чтобы она была вот здесь. И вот сюда уже вставим эту картинку. Опаньки. То, что мы вырезали. Вот у меня вставился слой с таймером. И бах, нажимаю инструмент перемещения, выбираю слой, и таймер тяну туда, куда мне надо. Если вы будете вставлять картинку, просто перетяните вот эту картинку в окно программы Photoshop. Вот сюда. И у вас она здесь появится. Вот в таком виде. Просто нажимаете поместить. Всё. Если надо, делайте чуть меньше. Так, я это удаляю. У меня здесь эта картинка есть. Идём дальше. Так, слой. Давайте мы поместим где-нибудь здесь, приблизительно на глаз. У меня там, по-моему, ещё какая-то надпись была. Так, видим, доступ к системе будет закрыт через. Давайте мы её тоже здесь разместим. Итак, я выбираю инструмент текст. Это у нас низ шапочки. Поэтому выделяем низ шапки группу. И тут начинаем размещать текстовый слой. Ну, давайте вот такой. Забыл, что там написано. Доступ к системе будет закрыт через... Так, давайте сразу напишем это. Доступ к системе будет закрыт через... Всё. Дальше я выбираю символ. Выбираю шрифт работы, соответственно. Здесь выбираю размер 24 пикселя. Так, можно даже и поменьше. 18 давайте. Давайте делаю полностью всё большим. И также делаю цвет 1, 1, 1. Всё, окей. Вот наш доступ к системе. Ещё раз повторяю, что в фотошопе это смотрится немножко... Шрифт немножко криво смотрится, но на сайте он будет смотреться получше. Так, проверим, что и тут у меня ещё разок. Ну, тут как-то почётче он смотрится. Так, давайте мы идём в символы. И здесь сделаем регилы. Так, вот так вот щёлк. Вот, уже лучше. Отлично. Можно даже чуть-чуть побольше символ сделать. Давайте попробуем 24 за много. Давайте 20 вкинем. Так, 22. Всё. В принципе, наш низ практически готов. Давайте мы выберем группу низ шапки и поместим... Отмотаем её чуточку вниз. Вот так. Всё, в принципе, всё готово. То, что нам надо, у нас есть. Так, теперь нам надо скомпоновать немножко всё это дело. То есть, давайте мы поднимем чуть-чуть надпись вверх, опустим чуть-чуть нашу коробочку. И таким образом, чтобы её низ, вот этот вот, он был приблизительно чуть ниже нашего таймера. Так, идём в слои. Что тут у нас подписка? Вот здесь. В принципе, нормально. Шапка вверх. Давайте мы в шапку вверх. Лев мы переместим чуть повыше. Так, саму коробочку мы переместим чуточку пониже. Так вот. Ну, в принципе, мне кажется, нормально. Вообще, если честно, коробку можно было бы сделать чуть больше. Так, давайте редактирование, трансформирование, масштабирование. И сделаем её чуточку больше. Так, у нас тут 50%. Давайте поставим 55. Так, вот уже лучше. Давайте 60-ку даже вклеим. Вот, наша коробка стала больше заметна. Так, и теперь вот это дело мы всё тут помещаем. Ну, в принципе, нормально, мне кажется. Так, двигаемся дальше. Теперь нам необходимо разместить вот этот фон. Опять-таки, нам надо сделать маленькую подготовку. Фон из наших корон, он изначально имел у меня вот такой вид. То есть, специально, вот изначальный вид я вам дал. Что я с ним сделал? Мы его перетаскиваем в программу Photoshop вот ровно на чёрную полоску сюда. То есть, чтобы он открылся в новом окне, а не здесь. Вот так вот. Отлично. Теперь, что мы делаем? Теперь я иду в слои. Так. Так, два раза щёлкаю вот здесь на фоне с замком. Жму ОК. У меня теперь фон нормальный. И что я делаю? Я выставляю ему непрозрачность. То есть, чтобы он не был таким вот... Таким вот... Блин, да как это назвать-то даже, я не знаю. Ой, блин, блин, блин. Чтобы он не был таким вот строгим сильно. Сильно он пёстрый у нас. Так, давайте поставим 20% непрозрачность. Отлично. И сделаем картинку меньше. Так, изображение. Размер холста. Так, 400. Ой, 4000. Давайте мы сделаем... Ну, я не знаю. Давайте 300. А, стоп. Изображение. Так, размер изображения, не холста. Так, давайте сделаем мы 300 пикселей. Вот у нас появилась уже такая маленькая картинка, по которой будет у нас фоном. Жмём ОК. Так, вот что я имею в итоге. Сделаю размер один к одному. Вот такой фон. Теперь мы, смотрите, идём в файл. Нет, в редактирование, по-моему. Так, вот, определить узор. Определяем узор. Называем его Crown, например. Корона. Жмём ОК. Всё, узор у нас готов. Теперь я иду сюда-назад. Здесь что я делаю? Выбираю слои. Так, 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 так. Что ж мы тут сделаем? Знаете что? Давайте мы, наверное, в принципе, у нас тут часто будет встречаться этот слой с короной. Поэтому давайте мы его применим ко всему документу. Вот этот фон. Поэтому мы идём в этот фон. Вот самый большой наш. Два раза щёлкаем. По нём снимаем значок. Опять два раза щёлкаем. И в окне «Стиль слоя» выбираем наложение узора. Но наложение узора, соответственно, мы выбираем нашу последнюю корону. Вот она у меня щёлк. У меня здесь появляется корона. Она очень некрасивая, потому что здесь выставлен масштаб 700%. Давайте я поставлю один к одному в сотню. И мы получаем вот такую корону. Видите? Так, давайте я покуда нажму ОК. Теперь мы посмотрим один к одному. В принципе, вот что у нас получилось. Если корона у вас получается слишком такая пёстрая, вот мне она сейчас здесь вообще не нравится. Если честно, она очень пёстрая. Мы можем сделать здесь ещё меньше. Давайте мы сделаем, например, 10%. То есть нам важно, чтобы на нашей короне хорошо читался текст. Поэтому мы делаем прозрачность теперь 10%. Идём в файл. Так, точнее, редактирование. Определяем узор. Crown. Давайте 2 напишем. Жмём ОК. И теперь опять-таки идём в наш слой 0. Так, здесь наложение узора. И выбираем уже вот этот вот щёлк. И наша корона стала, видим, чуть-чуть светлее. То есть она как бы есть, но в то же самое время на ней хорошо читается текст. Это нам и надо. Так, последнее, что нам здесь надо изменить, это если мы присмотримся к счётчику, у него остался белый фон. В принципе, это легко решается, когда белый фон находится на более тёмном фоне. То есть, чтобы наша корона начала проклёвываться через белый фон, мы можем просто у нашего счётчика, где тут низ шапки, слой 1, это наш таймер. Давайте мы его назовём таймер, чтобы было понятно. Мы можем выбрать режим наложения другой. То есть, если мы выберем затемнение, то вы увидите, что наши короны начали проклёвываться на более светлом фоне. Но вот на красном они ещё не видны, потому что красный темнее. Вот так. И получается, у нас здесь фона как бы и нету. Хотя он там на самом деле есть. Всё, друзья. В принципе, мы разместили с вами теперь счётчик, сделали вот такой фон. Так, теперь что нам необходимо сделать? Это разместить... Так, так, так. Давайте мы посмотрим, что у меня там по дизайну идёт. Разместить вот эту жёлтую полосу, в которой будет название, то есть следующего блока. Давайте мы это с вами забабацаем. Точнее, забабахаем, а не забабацаем. Так, блин, давайте размер, покуда выберем наугад. Так, во-первых, во-первых, это будет блок, который будет идти на всю ширину сайта. Так, поэтому я начинаю его аж за пределами нашего сайта. Тяну сюда. Ну и высоту, в принципе, я, честно говоря, не помню, какая высота. Давайте поставим 100 пикселей высоту. Вот так вот у нас всё будет. Отлично. Так, и этот блок мы теперь можем опустить чуточку пониже. Только вот здесь уже мы его достаем полностью из шапки. Так. И, например, мы заводим следующий блок, который у нас будет. Давайте мы подумаем. Блок сомнения, давайте назовём его. Так, немного назовём, так сказать, по маркетинговому плану. Так, сомнения. Сомнения. Так. Так, тут давайте мы опаньки сделаем, перенесём, а не опаньки сделаем. И напишем, так, фон, заголовка. Заголовка. Отлично. Так, теперь этот фон мы опять вызываем окно стиль слоя. Вы уже должны были запомнить, как это делается. Наложение цвета. И выбираем, соответственно, не нарушая цветовую схему. Не надо много цветов делать. Жёлтый наш любимый цвет. Окей. То есть, дальше по дизайну, когда мы будем работать с этим блоком, возможно, мы чуть-чуть его затемним, если будет плохо читаться. Но покуда, пускай остаётся так. Ну и, в принципе, давайте я сделаю размер один к одному. Включу на Ctrl-E сеточку. Так, и наш блок мы немножко опустим. Так, выбираем наши сомнения. Выбираем инструмент перемещения. И клавишами на клавиатуре давайте мы его вот сюда разместим. Так. Отлично. Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше, вот смотрите, мы можем вот здесь сбоку разрядить немножко обстановку. Если чуть-чуть опустим слово «Лев», пройти обучение и вот это вниз. То есть, чтобы он немножко до конца дотягивал. Давайте мы перейдём опять в слои. Выберем шапка. Так. Подписка. Подписка у нас вот. И низ шапки вот. Так. И вот всё это дело давайте мы опустим вниз. Выбирайте две группы. Выбирайте перемещение. И опять вниз. Вниз, чтобы нормально смотрелось. Я буду тянуть вниз приблизительно, чтобы было ровно напополам. Вот эта вот форма. Так. Давайте я тут выберу так. Ну, в принципе, наверное, тут и всё. Так. Посмотрим. Здесь у меня сколько тут? 140 высота. А здесь 100... Ну, в принципе, почти нормально, да? Почти нормально. Ладно. Пускай остаётся так. И теперь мы убираем выделение с подписки. И чуть-чуть ниже давайте опустим наш таймер. Так. Не из подвала, точнее. Вот так. Уже будет смотреться лучше. Ну, и надпись Лев. По желанию, опять-таки, смотрите сами. Можно тоже опустить пониже. Ну, то есть, сегодня у нас такой более, так сказать, структурный урок. Мы тут всё выставляем. Так. Всё. В принципе, на сегодня, друзья, всё. В итоге мы за сегодня с вами дорисовали шапочку. Даже начали заготовку для нового, следующего блока. Возможно, мы её тоже потом опустим вниз. Вниз. А сейчас спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И ждите следующего занятия. Оно будет, конечно же, завтра.